еще делать все снова вывернуть это пока боже милостью будем не грешным создав имя господи помилуй меня безусловно согрешил господи прости меня грешно помилуй достойно есть а кого истинно блажите богородицу прислабоженную и пренепороченную матерь бога нашего счастнейших уровень и славнейшего истину серафим безысления богослова родишь и сущую богородицу я обещаю слава отцу и сыну и святому духу и и ныне и пресно и во веки веков аминь господи помилуй господи помилуй господи благослови воскресе измертым господи иисусе христе сыне божий молитвы ради причистой твоей матери силы щасного жертвовящего креста святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас яку благе исти на века люби сами и боже милостью будем не грешим создав имя господи помилуй меня бесчиславие согрешил господи прости меня грешим и помилуй небольшое вступление к молитве как каждое утро делаем как святые молились у димитрия ростовского за месяц август 23 августа флорентии молился четырех монахах убивших его ручного медведя и все умерли то есть как вот они монахи людей не видят все кротость смирение но ему подчиняется звери как серафима саровскому приходил медведь он мешал им этот медведь нет но приставьте 4 здоровых крепких мужика ничем не занимаются как они убили то но ружья конечно не было значит палками его медведь еще не поймет можно понять даже разворачивается туда рябку на одного еще четыре они же смелые сильные а он на нем он ему воду возил все жил и чудо божье медведь я не убили он сильно был огорчен как они били монтировками его били пинали убили и потом он раскаивался он помолился об этих монаха господи посмотри что они делают для чего они эти люди живут есть такая книга рассказ льва николаевича толстого о казаках он пишет сам там был среди них хаджи мурат вот как русские захватывали вот этих чеченцев с которыми сегодня такие отношения у тех не было той техники и они расстреливали их подряд пушками селение было старики улица у него внук был убили внущенка внуку там 6 лет заготовили сено на зиму сожгли сено пасека была пасеку опрокинули пчелы замерзли все и вот уже русские отступили разрушили аул этот и они сидят около костра негде все сожгли аллах а зачем эти люди живут на свете а русских говорят зачем они русские вообще нужны лев толстой написал я не придумаю а то скажет там русофоб или как-то так это не сегодня только друзья это почему александр 3 император сказал у россии нет друзей а только армии флот и армии флота расстреляют царя ничего не видели слепые было были армии флота то главное враги может у вас были ты которые расстреляли и убили понадеялись на армии флот развязал николай первую мировую войну он развязал то не никто тут сегодня уже понятно 1 мобилизацию начал делать на чужой территории воевали надо из всего делать выводы не убивать медведя не медведя кому-то кошка нравится какая-то может быть вреда то она не делала другое дело когда вред там делает пасет скотина тут уже делать нечего там сообщают штрафуют или какие-то меры принимают у меня вот голуби они бывают весной на соседний огород залетает голуби но я сказал кидай там убьешь это дело другое а то ты защищаешь свой участок но они не как сказал больше ни один голубь не залетел сказал не гонял они любят молодые там горох когда выступают дальше 28 8 августа моисей мурин у марина это негр 50 раз в день колени преклонял и воздевал руки как молился им на 50 вот один раз два раза что иисусом молитву только делал или как вот у нас правило 118 псалом 164 стих семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей то есть лесовка ну это щетки называется 100 один раз это прочитать три святое и 100 поклонов вот в это время земные поклона великий пост а как у него было непонятно у серафима саровского было свое правило 30 августа христофор это одно только житие такое и по сегодняшний день не знает или это образно было о нем написано но рисует на иконе человек и голова собачья вот так у него такой он был страшно большой огромные когда привели его на допрос к императору и он тот увидел его и в обморок упал так написано я как говорю а голова почему у него такая была нормальная была но он был очень красивый и женщины соблазнялись прямо лезли на него и он помолился господи дай мне какое-нибудь лицо там это как морду собачью ну может он кинологом был знаком и видел что хорошие собаки у него и такая такая у него конфигурация стала такое лицо я говорю по житиям по жизни я по самом деле ты не могу подтвердить некоторые говорят что это образно было дальше 30 августа мы ознакомились а по житиям святых а потом каждое утро я буду объяснять вообще все о молитве у нас материал есть в книге к истину православия 30 августа александр молился об арии епископ или я да умру чтобы не видеть его или он да умрет и арии умер внезапно в отхожем месте вот я свое мнение скажу арии это он очень но бывает когда пишет об еретиках они не хороший такой он выглядит плохо там ну всяко наговорят раз он враг поэтому гитлер он такой-то плохой а в сталина это хороший а тут не так о нем православный пишет будет очень выглядел так притягательно кроме того какая его речь была какой он был степенный то есть о нем внешне сохранилась привлекательная но вот теперь епископ молился то есть я увидит не хочу откуда это взяты не знаю но молитва была и была услышана или я да он пусть умрет чтобы только не видеть его а он был на арии вызвали населенский собор на первое еще там никола чудотворец его ударил и больше никто этого не просил почему тоже не знаю а надо ли так молиться не советую потому что можешь ты умереть и и да и вообще написано молились о том чтобы человек обратился к богу и умер он внезапно в отхожем месте то есть туалете у него лопало чрево там надулся выпали кишки гной гной написано гной это ну оправляется чем идея дерьмо кишки у него готовались долго ждут ждут его нет он зашли а он мертвый я не верю в это я с врачами советовался может ли человек от натуги не может этого не было и нельзя не по этом внутренне это может а чтобы внешняя кожа она такая крепкая не может быть тем более от натуги тем более сначала там даже лопнуть если бы было то есть я считаю его православное зарезали там мы больше ничего православное а почему так думаете да это было было православным там лев и саврянин был храм в алтаре то нельзя быть мирскому человек а императору можно интересно правило нельзя а потом добавили в это правило а лиц императорской династии там или как-то можно и он там молился верующие и друг раз там был охранником то нельзя туда зайти он в храме стоял окруженный как вот сегодня при президент стоит молиться храме а они спиной к алтарю стоят и выглядят во всех сторон проверены перепроверены люди и в храме еще охраняют его а правильно ли да я не об этом говорю это уже они знают правильно неправильно здесь и вот этот левый саврянин зашел в алтаре и молится это в это время его подкороле православное там свои киллеры влетают в алтарь и начинаете его рубить он схватил крест крестом отбивается крест на алтаре это на престоле которые и они его там убили в алтаре зарезали это прямо пишет житиях то есть православные киллеры убили императоров в другом месте они не могли к нему подойти но и что теперь ну кто мы получаем свое через тысячелетие к нам приходит 31 августа геннадий это был архиепископ патриартом а согрешившим клирики хорисими молился чтобы господь сам вмешался в дело согрешившего и не исправляющегося то есть много раз ну кто он там клирик был видимо дьякон или там священник ну господи делай что-то ну такой хам ну такой безобразник и ничего не могу сделать он жалел ну мог бы вот здесь был у нас димитрий димитрий гордмитрия фамилия его епископ максим отправили велесом и он какой-то там вот такой крутой епископ как называют что-то она там за рта что сказал больше не становись туда чтобы петь то вышел она стоит я же сказал не становись сюда она на никаких она монашка он ее схватил за волосы выволок оттуда как жириновский то там не знаю пнул или как ее в газетах писали везде на него там суд подали ну конечно это круто но она то зачем лезет если сказали он хозяин храме храме хозяин епископ но почему не починить это теперь все на ее стороне и он-то поступил не а как он должен был поступать я не знаю я не епископ ну храме при всех и вытащила я и там пнул и пока вел тащила еще и белое уговорит но епископ не должен быть биться еще одно житие 1 сентября симеон столбник кто не знает это удивительная биография такая как юноша один старался угодить богу мальчик совсем почти и как что из этого было даже монахи ужаснулись он веревкой подпоясался пошел его послали в за водой а он не знал как богу угодить то считали чем труднее тем лучше он на веревка она из пальмы их листья она такая режущая и затянул на себе так отвязал веревку то ну пришли монахи черпать нечем а он не сказал и она у него врезалась тела кожа сгнила черви и такое зловоние идет монахи говорят настоятель что такое горит около него стоять нельзя что с темкой это делается то но они тогда резку то подними а там черви сукровица они ужаснулись и веревка врезалась и тело вросла уже туда но не кое-как ее туда вытащили там подлечили вы выгнали из монастыря мазахист самый настоящий на дальнейшем потом стол построит и и как он делал 1000 земных поклонов за ночь и более молился крестообразно распростерший руки с кверху а это еще крестообразно ну то есть вот так это было а 13 сентября будет корнили молитва своими словами а то у православных только по заученному переписам павел пишет открывайте свои желания перед богом ну вот на этом остановиться можно будет на пояснениях за молитвы святых отец нашей господи иисусе христе сыне божий помилуй нас аминь слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради слава тебе боже наш слава тебе всяческих ради Боже, очисти мя греши, яка не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет он мне воля Твоя. Мне суждено отверстие уста мои недостойные, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Без поклона земные я не могу, у меня позвоночник после операции болит. Царю Небесный, утешителю души истинные, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись обны, и очистенны от всяких скверны, и спаси блаже души наши. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше. Имени Твоего ради. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука Бога. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь. Ангельскую песню, опьемте сильный. Свят, свят, святости Божия. Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Отодраясь на воздвиг, мы, если Господи, ум мой, просвети сердце. И усне мое отверстие, воеже петите, святая Троица. Свят, свят, святости Божия. Богородицу, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, ика и горжа деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия. Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко мне герает Твоя благость и благотерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный. Не погубил меня с обеззаконием моими. Но человека любствовал, если обычно. И в нечаянии лежащего воздвигу мне, если. Воежеутрию, если славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со славистем Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподнем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Господи, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя. Да постыдятся беззаконящие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои. И научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою. И научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь. Посему наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто ищет человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа Его прибудет во благе, и семя Его наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Отче Мое всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги моей. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Господь, выведи меня из бед моих. Призри на страдания мое и на изнеможения мое, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постужусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота доохраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь Божий Израиль от всех скорбей Его. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности моей и сердце мое, ибо милость Твоя перед моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборища злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души мои с грешниками и жизни мои с кровожадными, У которых в руках злодейство, и которых правая рука полна дозаимства. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами притнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не уборится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия. Вскрыл бы меня в потаенном месте селения Своего. Вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в его скинии жертвы славословия. Стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Помилуй меня и внемни мне. Сердце мое говорит от Тебя. Ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего. И не отринь в огневе раба Твоего. Ты был помощником моим. И не отверни меня. И не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо Отец мой и Мать моя оставили меня. Но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему. И наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим. Ибо восстали на меня свидетели лживы и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце Твое. И надейся на Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой и Господь Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоей. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Я и многие щедротов и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не выйдет смертью вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да обменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдующих меня. Но эта вера да будет больше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится. Слово, что оторг меня от Твоих руки оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очарею Матери моей. Аминь. Спадуя меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане Прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь нахранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое, не дав возможности злому демону, подчинить меня себе от пребладания этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не пронять Бога никаким грехом, и молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом, достойной Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами Отгони от меня смиренно у несчастного раба Твоего Уныния, забвения, неразумия, нерадения Удали все скверные, лукавые И хульные полносы из окаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси твои моих страстей Ибо его Бог несчастен Избавь меня От многих пагубных воспоминаний И помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляет все роды И причисти меня Твоя славится Во веки вечное Аминь. Аминь. Молите Бога о нас Святые угодники Божьи Игнатий Владимир Надежда и дом усердно к Вам прибегаем К скорым помощникам Молитвенникам о душах наших Богородица Дева Радуйся, обрадована Мария Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод Щереба Твоего Яко родилась и Христа спаса Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Честнага Животворящего Креста Господень Не остави нас грешных Уповающих на Тя Спаси Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа на сопротивные дары И Твое Сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси Господи Помилуй от самого духовного Родителей Сродника Благодетеля Митрополита Илариона Епископа Евтихи Вениамина Агапангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Засима Андрея Максима Владимир Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Сергия Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диадора И весь священнический И иноческий чин И высшие истинные служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дающих священников Если угодно тебе Смири власти И воинств Твоих Наведи Страх Твоих И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Владимира Димитрия Александра Адональда Рамзана Петра Александра Адональда Адональда Дабы знали Они Что над ними Есть Ты Царь Царей И Господь Господствующий И сохрани Нас Здесь И селение Наше От пожаров От воров От нечистой силы И живущих Там Виктора Андрея Игоря Игоря Сиропин Алексея Иосифа Романа Никиту Пошли Добрых Жителей Знающих Тебя Любящих Уставы Твои Сохрани Школу Спаси Помилы Татьяна Наталью Игоря Марину Никиту Чадок Виктора Сергея Севастяна Людмила Нина Аликтина Рашид Придел Общим Наш Найди Новые Души Побуди Всех На Благовестие Спаси Помилы Димитрия Марину Щадо Их Валентину Алексея Валерия Валентину Надежду Михаила Нину Анну Юрия Георгия И всех С кем мы Познакомились Кому Возвестили Слово Истины Возри На угроза Врагов Их Лживость Разруши Их Замысл Против Нас И устраши Страхом Твоим Ибо За все Придется Отмечать И в судный день Непоминимые Безумия Благослови Благодетели Наших Елен Евгения Евгения Наталья Максима Владимирова Благодетели 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 Юлия И от пьянства Избави Павла Михаила Андрея Владимир Александра Игоря Путешествующих Рази судьба Отступи Как Николая Михаила И всех Ты знаешь Господи Наставь На путь Спасения И даруй всем Духовное Рождение Свыше И водительство Духом Святым Даруй мир Израилю Россию Украине Сирии Война Идет Научи Наценить Это мирное Время И приготовь Землю Сию К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За отступление От Тебя Господи Боже Слава Тебе Ибо нет Иного Бога Кроме Тебя Хвала Тебе Честь И поклонение За все Твои Милости Слава Тебе Боже Наш Найди Все Наше Родство Евдокия Валентина Ирину Татьяну Марпунину Ольгу Елену Марию Татьяну Хвала Тебе Милосердный Создатель Упокой Господи В обителях Небесных Усопших Отец И братья Наших Родителей Сродников Всех Православных Христиан Ибо нет Человека На земле Который Живя Здесь Не согрешил И Прости Всякое Согрешение Вольное И невольное И душам Нашим Полезное Сотвори Помяни Их В обители Небесной Аллилуйя Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешного Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Его Аллилуйя Слава Вышне Богу На земле Мир Человек Благоволение Аллилуйя Благодарю Тебя Господи Божий Мой За тот день В который Дал мне Веру Слава Тебе Божий Наш Слава Тебе Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Нас Молитвами Твоими Аллилуйя Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешим Благодарю Тебя Мой Ангел За эту Ночь Сколько Лет Ты Хранил Спасая От Видимых И невидимых Опасностей Прошу Тебя Мой Ангел Не покинем Смертный Час Когда Душа Будет Разлучаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшным И Непонятным И Веди Ее Навеки В вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Ян Креститель Претеща Христов Моли Бога О нас Мужчина Господи Житель Бедности Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И Довольным И Каждому Дар И Живьё Дабы Никому Не Завидовать И Не Роптать И Дар И Жилище Гавриилу Сергею Святитель Христов Никола Мирликийский Судотворец В образ Крутости Воздержания Добрый Архипастер Моли Бога О нас Господи Укрепи Народ Твой Дабы Не Страшиться Ни Царей Ни Начальствующих И Где Требуется Возвещать Истину Твою И Обрещать Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Молите Бога О нас Святые Пророки Божии Пророк Илья Елисей Нох Моисей Самуил Аарон Ио Авель Ной Иосиф Патриархи Ездрани Мямос Наум Исайя Иеремия Варок Изеки Иосиф Иоиля Игей Исафония Захария Малахия Давид Напан Данил Отрох И Пророк Михей Авраам Исаак Иаков Да Исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы День Прихода Тво Нашего Отшествия Не заставлюсь Неготовыми Но Чтобы Вышли Навстречу Тебе Господи С горящими Светильниками Истинной Веры И Сосудами Полными Иле Добрых Дел Соделанных В Духе Святом С любовью Аллилуйя Молите Бога Анас Святый Ангел Архангел И Херувим И Серафим И все Небесные Силы Престолу Божию Предстоящие Святые Апостолы Петр И Павел Евангелисты Матфей Марк Лука И Иоанн Дарует Господь Нам Жажду Исследовать Священное Писание Ибо Через Них Мы Думаем Иметь Жизнь Вечную А они Свидетельствуют О Тебе Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Мученики И Мученицы Игнатий Богоносец Поликарм Смирский Устин Философ Космоед Дамиян Андрей Стартилат Ирон Мученик Климент Римский Климент Анкирский Анфим Комедийский Георгий Победоносец Пантелеимон Сорок Святых Мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Да укрепит Господь Верующих Него Дабы никто Не принял Насчертания Зверю И даруй Веру Добрую Анфиму Вениамину И устарше Родителей За такое Ложное Воспитание Молите Бога Анас Святые Отцы Василий Великий Григорий Богослов И Ан Златоусов Анас Великий Ефрем Сирин Антоний Макарий Макарий Антоний Феодосий Корнили Ива Почаевский Сергий Радонский Стефан Пермский Серапим Соробский И Антобольский И Антараштадский И Анташанхайский Кирилл И Микодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Пиларет И все Перевозчики Священного Писания Молите Бога Анас Вы Открыли Нам Путь Пониманию Слова Божия Да Воздаст Он Господь Милостями Своими Аллилуйя Молите Бога Анас Святые Жены И Девы Фекла Первомущина Сапатина Самарянина Феврония Вера Надежда Любой Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетует Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Присхила Акила Андроник Юня Киприя Устина Молите Бога Анас Да Дарует Господь Послушание И молчание Целомудрие И стыдливость Женам И девам И сохрани Господи От всяческого Поругания Аллилуйя И сохрани Наши сокровища Книги Здесь И в пути И через них Многим Открой Истину Твою Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Да Будет Благословен Этот День И между Нами Да Будет Мир И любовь По Слову Твоему Аллилуйя Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Исправь Непокоривая Жены Дев Галина Семей Евгений Надежда 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 Светлана Мария Раисова Раиса Марина Юлия Елена Людмила Галина И Анна И прими Нашу Молитву Воздияния Рук Как жертву Вечерней Благоухания Приятной Перед Престолом Благодати Твоей И соедини Молитву Нашу С молитвами Всех Святых Молящихся К Тебе На небе И на земле Услыши Господи И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси Их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушает И дослышит Раб Твой Господи Доброе утро Мы озвучиваем Занятия Какие я проводил В Потеряевке При основании деревни Тематические Какое событие Случится На эту тему И занятия были В это время Я очень много Свидетельствовал Бог Бог так сделал Одновременно Вел занятия В пяти университетах Ветеряевке